сегодня снимем обзор вот на такую вот игрушку китайскую которая стоит 1000 рублей вот в этой коробочке вставляется там зарядник который к нашим российским розеткам никера не подходит так по наблюдениям в нем где-то 300 350 мили ватт фиолетовый лазер светит довольно таки бледненько толстого но мощность в нем его как бы есть видно где-то 3-3 с половиной метра практически сразу вспыхивает спичка сейчас еще одну для верности при хорошей фокусировки это у нас происходит такие вот у нас результаты знаю еще хотелось бы сказать вот про эту игрушку короче покупалась она на сайте алиэкспресс цена ее 30 баксов но около 1000 рублей потому что скидочка была короче за все вот эту вот штуку без батарейки я заплатил 1000 рублей ну я считаю что как бы это достаточно дешево потому что здесь blu-ray диод если там 12x привод то он стоит на больше чем 1000 рублей ну в итоге здесь вот он стоит лазер прожигает на фокус меняется в лазере можно меньше больше делать вот на расфокусировки можно вблизи жечь предметы достаточно удобно для прожигательских целей значит жгет достаточно быстро вот в перетяжке у нас причем вот этот лазер 405 нанометров он и белые предметы тоже прожигает хорошо если красные только черные ножи жгет то этот и черный конечно получше но белые тоже прожигает вот дымок идет сейчас от белой спички вот ну а теперь про плохие качества поговорим значит пришла мне вот эта байда сегодня а у нее линза внутри затемнена наполовину китайцы клеили когда от суперклея шло испарение и линза получилось на процентов 40 50 замутненный ну в итоге понятно что мощность тоже вся улетела пришлось сегодня вот эту вот штучку она разборная слава богу начал пилить это было бы войне очень много поставил сюда настоящую стеклянную линзу с просветлением на 405 нанометров а давно мне какие-то валялись сейчас применение нашла вот это вот сам коллиматор с линзой ну и вот соответственно сам лазер ультрафиолет удобная достаточно конструкция можно как корпус для синего лазера использовать интересно если там продают бушные такие но или какие-нибудь на алиэкспрессе кин бракован и для корпусов было бы очень даже хорошо причем линзы заводские сюда подходит вот корпус там резьба такая же ну и вот у меня от старого зеленого лазера осталась вот такая заглушка это чтобы пыль не летела на линзу звездное небо называется звездное небо чуть нету звездного неба у нас погодите на звездное небо чтобы было на точку настроить от точки на ранее да точно надо закрутить до появления точки кстати кожу обжигают достаточно сильно если посвятить ни хера не видно звездное небо сейчас видно короче очень-очень тускло светит для глаз слабого спринчу на белом фоне блики хорошие а чуть дальше уже ни хера ничего не видно ну вот такой вот лазер